Россию продал ты. Че ты, Дима, за них впрягаешь? Тебе заплатили же, будет комент. Потому что этот агент Госдеп, и ты называешь себя россиянин, мы на самом деле обычные животные. Потапинка — это продукт. Это бредятельно. Стратегии в жизни большинства россиян нет. У нас бандитизм, как это... Высочайшая философия сверху дониза. Хлоп, туркмен баши приезжает, ездит на велосипедах. Что вы запретите? Территория пустая, она мертвая. Советской власти. Что же вы, ребятки-то, очкуете-то? Сопротивляться идиотизму не надо. И твоя зарплата никак не вырастет. Как этот проклятый работодатель, самый величайший энергии ни хрена не сделан. Почему? Зачем? Сделайте что-то. Что-то. Вперед. Ну вот, когда мы говорим об атомизации, это не столько даже атомизация, это вопрос нежелания принимать на себя ответственность. Может, лень просто? Нет, 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 он этой... Быть рабом очень выгодно. Это правда классно. Ну, потому что... У тебя есть... У тебя чем хорош Соловьев? Правда, хороший. Он дает простые ответы на простые вопросы. Чем хороши большая часть политиков? Они тоже дают простые ответы на... Вернее, простые ответы на сложные вопросы. Почему? Потому что этот агент госдепа. Почему? Да потому что этот там... Левак, совок, правый, маркер повесил и все. И это все хорошо. Это говорит о незрелости человека. То есть, когда это хорошо для возраста трех лет. Ну, вот у меня там четверо дочерей. Младшие проходят сейчас возраст тоддлера, так называемого. Два с половиной-три года. Это возраст как раз, когда ребенок начинает отцепляться от взрослых. То есть, он начинает немножко атомизироваться. Для этого и родители должны прикладывать усилия. А большая часть наших сограждан, они вырастают и даже умирают. И остаются в возрасте даже до вот этого детского. У них должен быть папа-мама. Ну, то есть, который абсолютно обязательно любящий, принимающий всю их хрень, которая их есть в душе. Поэтому... То есть, эволюция и цивилизация не касается российского общества? Нет. Это правда выгодно, потому что быть эгоцентричным очень выгодно. Ну, правда выгодно. То, что, ну вот, там, что ребенок делает? Чего-то плохо закричал. Папа-мама прибежали, обязательно полюбили, вытерли попку, накормили. А отойти от папы-мама, отцепиться и стать самостоятельным, и понимать, что на самом деле существуют очень непростые выборы. Вообще, в целом, жизнь человека – это каждодневный, утренний, ежесекундный выбор. Ну, даже наша встреча. Это выбор. Я не знал, какие вопросы вы можете подтвердить и проверить. Вы задали мне вопрос, какие есть запретные темы. Но я не знал, что вы можете задавать. Ну, вот, а для меня это выбор. Несмотря на то, что там есть какая-то рекомендация и все остальное. Поэтому, вот, каждый принимает этот выбор. А большая часть наших сограждан не готова к этому выбору. Потому что, условно говоря, окуклиться и, грубо говоря, пить ханку и ходить на работу и кричать, что мне там не доплачивают 10 рублей, благодаря мне только растет предприятие. А почему же благодаря тебе, если тебя нанимают на предприятие? Потому что у нас же те, кто изображают из себя леваков, я подчеркиваю, это обычные бандиты. Они говорят, что, вы знаете, там предприятие благодаря мне. Я хочу сказать, сынок, а рабочее место, когда до тебя оно уже было организовано, а пул клиентов, которые уже заплатили за это, был до тебя, ты точно уверен, что только благодаря тебе, тебе якобы не доплачивают? Нет, сынок, тебе переплачивают на самом деле. Потому что то, что организует предприниматель, он, простите, инвестирует, ему никто не гарантирует завтра доход. Более того, там большая часть предпринимателей разоряются. То, что при этом еще страдают сотрудники, ну такое тоже, естественно, бывает. То, что старается раскидать риск. Но ключевое начинать надо с фундамента. Рабочее место до тебя было? Было. Инструменты до тебя были? Были. Соответственно, заказы были до тебя? Были. Это все стоит колоссальных денег, это стоит основу основ. Поэтому, когда я читаю это, там, тебе, мне кто-то недоплачивает. Я всегда говорю, вперед. Организуй такое же предприятие. К вопросу об организации. Есть расхожее мнение, что в России невозможно организовать бизнес? Возможно. Возможно. Просто нет. Просто правила игры, но они не сильно меняются из десятилетия в десятилетие, из года в год. Да, это непростая история. Ну, просто здесь есть разные уровни понимания организации. Печать зарегистрировать вообще не проблема. Основная история – это найти клиента. Рынок очень маленький, рынок очень узкий. А сейчас возьмем, например, строительную отрасль. Ценник на гастарбайтеров. То есть, это те деньги, которые получают сегодня гастарбайтеры. Ну, вот я вот уже, там, не одну бригаду отсматриваю. Мы там строим объекты, не один объект строим. Разговор о том, что, там, русским людям негде работать. Слушайте, вы хотя бы начните работать ради приличия. Может быть, каждый индивидуально сидит. Вот я там хороший работник. Хорошим определяется только заказами, никем иным. Когда вы говорите, что там работа подменяется, подменяется гастарбайтерами. Колоссальных денег стоит сейчас все это. Здесь как раз таки есть мнение о том, что гастарбайтеры просят меньше. За чашку риса готовы работать. Да вот что-то как-то не похоже, что они за чашку риса работают. И опять-таки вопрос, разговор о наемной, заемной рабочей силе или приезжих всегда утыкается в одну простую вещь. Представим, что мы зачистили поле от приезжих. Что произойдет с вашим доходом. Доходом, я подчеркиваю, не моментной какой-то зарплаты. Представим, что начнут проклятые работодатели. Вот это проклятый работодатель. Работодатель это ты. Что к чему это приведет? Твою улицу будут убирать дороже. Значит, все услуги, абсолютно все начнет расти интегрально. Вырастут зарплаты. В кавычках. Зарплаты, я подчеркиваю, недоход. Вырастут зарплаты. Это разные просто вещи. Фундаментально они расходятся. Всех рабочих. Управляющих. И твоя зарплата никак не вырастет. Я приведу простой пример. Поскольку я вот этот тезис слушаю регулярно. В нулевом году в пятерочке уборщица получала от 3,5 до 4,5 тысячи рублей. Если бы мы сейчас находились бы в этом нулевом году, кто-нибудь сказал бы такую фразу. Ну, надо платить больше, пойдут русскоязычные. Теперь, вот, сейчас зарплата, именно зарплата, я подчеркиваю, не доход. Там 25-30 тысяч уборщица. Привело ли это к возрастанию дохода? Нет, доход уменьшился. Поэтому вот эта осознанная подмена такой экономической мракобесии, что надо платить больше, без понимания того, что надо увеличивать доход, а это фундаментально другая вещь. Потому что для того, чтобы увеличивать доход, еще Конфуций сказал, имеет много не тот, кто много получает, а тот, кто мало расходует. Поскольку вот в этой парадигме, эта парадигма недостижима для 99% обсуждающих, и они будут говорить, да-да-да, там, да, без проблем. Можно закрыть въезд всей приезжей рабочей силы, но только помните сразу, сопротивляться, понимаете, сопротивляться идиотизму не надо. Надо только помнить одно, что население России вымирает и стареет, обслуживать стариков некому, мы не рождаемся, и мы просто превращаемся в обычную пустыню заброшенную. Да, куда приходят китайцы, мы будем вынуждены отдать, еще раз говорю, вот благодаря вот этой и этому мракобесию вынуждены будут территории заселяться другими народами. Потому что, еще раз говорю, фундаментально миром правит демография. Демография. И вот это, как бы кому-то не хотелось смотреть на нас, как на каких-то интеллектуальных homo sapiens, мы на самом деле обычные животные. Мы не плодимся, мы вымираем. Поэтому в ближайшие десятилетия, благодаря как раз вот таким непониманию, как выстраивается как раз миграционная политика и затаскивание все это под ковер, что давайте их выгоним, их надо уметь привозить, уметь их ассимилировать или наоборот их встраивать в трудовые цепочки и уметь давать возможность им выехать. Вот эти три фактора, они все взаимоувязаны. Только в случае вот этой длинной цепочки, интеллектуальной цепочки, а не аране, что давайте запретим, ну просто труд гастарбайтеров растет. А бригад россиян не возникает. Ну и самое главное, что когда все говорят там платите больше, я всегда говорю, а почему вы-то не платите больше? Ну, то есть, тот человек, который это произнес, вот к вам пришел работник, какой-то, неважно, вам нужно исполнить какую-то конкретную функцию, сантехника. Вы что? Вот это россказни, там периодически, я считаю там один-два выплеска, что я заплачу больше, потому что он славянин. А он точно славянин? Я всегда говорю, ну вот где вот эта славянская внешность или славянские по корням? Я всегда тыкаю в себя пальцем. А я кто для в глазах? То, что Анна Ивановна Васильева, русская, прямо от и до от корней, лежит на полях, как это, Украины, в Николаеве. Она поднимала Николаевские верфи после войны. А Анна Ивановна Потапенко лежит в землях Москвы. Мы как будем? По мочкам ушей, по изгибу всего остального определяться, вот этот славянин, этот не славянин. Ну, то есть люди, вместо того, чтобы заниматься реально там не экономикой и экономическим хотя бы самообразованием, они занимаются мракобесием. Что вот я этому там голубоглаз голубоглазый заплачу. Ну, я голубоглазый, давайте платите мне больше. Что же вы ребятки-то очкуете-то? Дмитрий Валерьевич, Россия сможет стать Канадой когда-нибудь? Маловероятно. Основной вопрос вот то, что время, которое я трачу в том числе и с вами, и с зрителями, потому что будет небольшой когорт, который поймет то, о чем я говорю, как я говорю, это мое глубокое убеждение, что мы должны тратить времени как раз на создание гражданского общества, чтобы те зерна разума все-таки проникали в головы и давали всходы. Потому что только при развитии гражданского общества произойдет хоть там переход либо в Канаду, ну, в какой-то просвещенный мир. Пока мы такая погруженная, грозящая всем из навозных туалетов ядерной дубинкой нация, которая просто рычит на всех. Похрену на кого? И это, ну, и это не вопрос внешней пропаганды. Это абсолютно не вопрос внешней пропаганды. Мы боимся сами себя очистить и признать, в каком дерьме мы находимся. Я считаю, что для того, чтобы, ну, начать, знаете, как в любом спорте, для того, чтобы понять, кто ты, сначала нужно, да, определиться, есть квалификационные соревнования. Ты понимаешь, условно говоря, первый разрядник. Это неплохо, нехорошо, это никак тебя не унижает. Но чем больше мы, поскольку мы все время подменяем внешние факторы, опять-таки, поскольку мы на канале, который ближе к так называемой левой аудитории, люди, которые подменяют, что вот их запинали либералы, я всегда говорю, ребята, а чем вы отличаетесь тогда от нынешней власти, которая все подменяет, все свои ошибки подменяет тем, что кругом враги и кругом есть русофобия. Ну, то есть маркеры, то есть технология одна и та же, маркеры разные. Вы просто маркетинг разный используете, политический. И в этом смысле вы для меня одинаковы. Извините. Дмитрий Валерьевич, с вашего позволения, затронем тему роста цен. Чем вызван такой дикий рост цен сегодня и насколько оправданы прогнозы о росте цен на товары и услуги осенью 2021 года? На мой взгляд, он оправдан. Вызван он тем, что то самое псевдоимпортозамещение, рост ставок ЦБ продолжается достаточно беспрецедентным. Но, конечно, есть внешняя конъюнктура рынков, потому что мы можем рассказывать, долго ездить по ушам, что мы когда-то при советской власти мы были независимым, рынок, нет, мы никогда независимым рынком не были и не могли быть. Ну, потому что мир глобализован. От того, что создается мифологический для большей части или создавался железный занавес, я как директор завода МЕЗО, то есть завода по производству древесно-струщенных плитодеталей в 98-м году могу сказать, что на заводе были установлены станки марки Круп 1913-го года. Вся наша промышленность, особенно автомобильная, она поднималась американцами. Ну, то есть, понимаете, если начинать рассуждать, вот именно проматывать, почему я говорил о там 1861-м году и там условно говорят там 1855-м по ретроспективно по 25-й, ведь просто голодранцы, которые ходят с кольями, они не поднимают, не могут создать заводы. И даже какой бы рабский труд не был, ну, вы не в состоянии, это технологии, как инженер-конструктор-технолог, я могу сказать, технологии из воздуха не берутся. Их либо надо своровать, либо их нужно импортировать. И если вы до этого выращивали, там была до 1913-го года, с коим мы сравнивали всегда в СССР экономику, если мы были в основном аграрной державой, то чтобы ее сделать индустриальной, там, гения или на пород злодейства Иосифа Виссарионовича Сталина, недостаточно. вот совсем недостаточно. И можно хоть как-то 300 раз проорать на технологии, штука, которую надо завозить. И именно поэтому вся автомобильная промышленность построена американцами, большая часть заводов построена американскими, не только американскими инженерами, но и европейскими инженерами. И это все было как раз в период так называемой коллективизации и всего остального. поэтому мы кровь откроем и это продолжается. У нас это как генетический код. Наши Жигули это не Жигули, наш АЗЛК, не АЗЛК, наш нонешний компьютер Эльбрус, он не Эльбрус, ну и так далее. То есть это неплохо, нехорошо, потому что технологии это вообще это вот как большое озеро, там нету русских, канадских или чьих-то технологий. Ты туда вкладываешь патент, оттуда черпаешь, и там уже идет растворение, и до тех пор, пока мы не начнем взаимодействовать как сообщающиеся сосуды с миром, то не будет ничего происходить. А поскольку мы возвращаемся к росту цен, мы в мир по сути дела выбрасываем только нефть и газ. У нас вот тут недавно посчитали, что сократилась доля ВВП нефти и газа. С одной стороны, это очень правильно, потому что, попросту говоря, мы стали меньше продавать. Только не надо путать ВВП и экспорт, это разные вещи. И самое главное, не надо забывать, сколько налогов на вот эти все полезные ископаемые накручиваются. Поэтому мы очень небольшая часть мира, раз. Очень не насыщенные людьми, два. Так возвращаюсь к опять-таки гастарбайтера, не гастарбайтера, который вымирает, последовательно вымирает, и плюс происходит то, что заменяется на русскоязычное население, населением, говорящим на тюркских, на, скажем, группе языков, мусульманами, в первую очередь. Поэтому через очень короткий промежуток времени у нас будет больше мечети, чем и мы будем скорее желтолицей говорить на других языках и точно не на русском. Потому что опять-таки вот поорать, давайте им запретим, что вы запретите, территория пустая, она мертвая, ну запрети, дальше что? Вам надо помимо запрета как-то умудриться, чтобы женщины рожали, а еще плюс ко всему почему-то там селились и почему-то там работали. И это тоже должно в парадигме вот этих персонажей, они говорят, а это должен там кто-то сделать, опять-таки вот тут великий отец. Зачем этому великому отцу вся эта история? Поэтому рост цен на продовольствие, мы в этих цепочках, где такая, в очень буковичках находимся, мы потребляем очень небольшой ассортимент и поэтому у нас по проскоку любая цепочка, цена падает только тогда, когда вы в этом потоке сидите посередине. Через вас проходит много товара, он падает в цене, фундаментальный закон мироздания, баланс спроса и предложения, а поскольку мы на боковичке, но нам что-то туда перетекает вот где-то в угол, у нас будут расти всегда цены. Мы морковку не в состоянии вырастить? не в состоянии. Ну, потому что, ну, любимый мной Павел Николаевич Грудинин, мы же действительно, еще раз говорю, голландская семенная картошка кладется в русскую землю, пашется американским трактором Джон Дир, обрабатывается польскими гербицидами, собирается теми же самыми таджикскими руками, кстати, в этом году нету ни русских, ни таджиков. И потом она каким образом становится отечественной синеглаской? Тот же Эльбрус, вот этот, это технологически, то есть, тут, я говорю, мы же чуть-чуть там назад отмотаем. вымирание демографии это фундаментальная проблема, прямо фундаментальнейшая проблема, и то, что у нас страна, если ее правильно посмотреть, она там, 25 городов существует, 2 государства, ну, хорошо, там, может быть, 3 государства, Московия, Санкт-Петербург, и какая-нибудь там, не знаю, Казания, а все остальное пустыня, между ними бессмысленно прокладывать дороги, не надо прокладывать, не имеет никакого смысла, люди, как в воронке скатываются в эти города, территория пустынная, что здесь, какая морковка, ну, то есть, для того, чтобы возвращать морковку, это тяжелый патагонный труд, во всех странах мира этим занимаются нетитульная нация, на кассах в Швеции сидят арабы в хиджабах, в городе, центре города Парижа, в Сити Симпл, принадлежащей Ашану, сидят китайцы, в Соединенных Штатах, сидят мексиканцы, нет ни одной, то есть, опять-таки, демография рулит, если вы хотите, вот этот избитый термин, принудить существующих, там, существующие домохозяйства рожать, а самое главное, оставлять здесь детей, нет, нельзя, мифологически какой-нибудь Путин должен, что, должен там, заставить, или там, здесь создать условия, зачем ему это, у Путина все, у коллективного Путина все офигительно, правда, офигительно, они продают нефть, газ, вот Туркменистан, яркий пример, 2 миллиона, хлоп, Туркмен Баши приезжает, ездит на велосипедах, там, ездит на, все классно, есть клан приближенных, есть узбеки, которые прямо там, таджики, которые находятся, живут в Мазанках, вот наш путь, но при этом, при всем, не граждане Таджикистана, не граждане, там, Российской Федерации, не пользуются своими правами, это же был процесс, чтобы прийти к Таджикистану, то есть, это процесс, не всегда Таджикистан был таким, или Узбекистан тоже. На Ваш взгляд, ожидается ли увеличение налоговой нагрузки на бизнес? И в каком случае итоги выборов могут повлиять на экономическую политику правительства? Я думаю, что, ну, то есть, у меня даже нет никаких на эту тему сомнений, налоги обязаны расти, потому что это податное государство, это феодальное государство, поэтому Вы будете платить столько, сколько скажут, ну, прямо называя своими именами, это во первых строках, а во вторых строках итоги выборов будут достать. С выборами сейчас, конечно, очень серьезно, поскольку я в выборной истории принимаю участие, знаю то, что происходит изнутри очень хорошо. В выборах очень сейчас забавная ситуация, но я и говорил это до этого, мною, те, кто смотрит давно мои интервью, что даже у партии власти проблема со списком, у всех списки слетают, люди выдвигаются, но не подают документы, потому что никто не видит особо никакого экономического и политического смысла выдвигаться, поэтому сейчас после регистрации будут перекупка прямо списков полностью. Эти выборы совершенно очень забавные, но у них есть одна уникальная черта, почему они важны, потому что они придут на как раз выборный цикл президента. И сразу говорю, что те, кто считает, что сейчас Государственная Дума это место для дискуссий или она должна чего-то дать, я хочу, чтобы вы отступили шагов на сто назад. Вы сначала должны себе вернуть право выбора. Вы никак не можете понять, что вы его... Я не просто так привел пример Таджикистана. Вы сейчас последовательно просираете право вообще хоть что-то вякать, вообще вякать. И когда вы делаете завышенное ожидание, что вот придет мой кандидат, а что он может сделать? Он должен, еще раз говорю, сначала вместе с другими кандидатами вернуть право выбора. А это очень сложная задача, потому что вы его просрали уже больше 20 лет назад. И вот этого, поскольку понимания нет, поскольку я уверен, что партия власти как-то нарисует и благодаря пассивности. У нас самая великая сила это ни хера не делание. Так что вот от этого все зависит. Дмитрий Рогозин призвал олигархов тратить деньги на развитие космоса, а не на яхты. Чем объяснить эту просьбу, пожелание Дмитрию Рогозину? Потому что Дмитрию Рогозину, как и всем другим чиновникам, очень важно присоединиться к тренду, который внутри них живет, это грабь награбленная. Типа есть олигархи, которые почему-то тратят деньги на свои развлекухи, потратите на мои развлекухи. Ну, у нас есть такая же история с господин Белоусом, который произнеся фразу, что металлурги нахлобучили рынок, по странному стечению обстоятельств возвращает деньги с помощью вот сейчас 130 миллиардов должны ошкурить металлургов, почему-то должны вернуть деньги в какой-то бюджет, то есть не тем, кто заплатил за это, а в какой-то бюджет. Поэтому, поскольку вот этот тренд, он присутствует, я же не просто так все время вокруг бандитизма, у нас бандитизм как это высочайшая философия сверху дониза. По данным ВЦИОМ, 68% россиян считают себя счастливыми. Насколько точна и объективна данной информации? Я думаю, что она точна. Дело в том, что можно находиться даже в концлагере и быть счастливым. Вопрос, что для тебя счастье. Сегодня живешь, вроде бы вода, воздух есть, уже хорошо. Большая часть наших сограждан не задумываются о какой-то стратегии жизни. Они живут, выходят на пенсию, понимают, что выход на пенсию для них это практически... Почему они не выходят на пенсию зачастую? А потому, что на пенсию жизни нет. И этот вопрос даже не экономического понимания, а в том, что пока ты ходишь на работу как раб, то у тебя есть какая-то целесообразность в твоей жизни. Как только ты получаешь свободу не в рамках месяца отдыха, где ты там тоже куролесишь в каком-нибудь... Кто-то в Куршавеле куролесит, кто-то в Турции, кто-то в Туле набухивается и катается на мотоцикле. Это вещи одного порядка, технологии одного и того же разгульного сжигания собственных секунд жизни. Стратегии в жизни большинства россиян нет. Поэтому... Мы находимся в правильном месте. Проблема как раз у того самого среднего класса, еще у думающего населения. потому что оно по большей части вынуждено сопровождать своей жизнью, которая конечная своими секундами. Вот это разгульное. Многие уезжают и уезжают правильно именно по той самой причине. А какой смысл? Люди жгут свою жизнь и жгут жизнь государства. Как им можно это запретить? Заставить их образовываться? Без шансов. Вернуться? Нет. Смысла нет. Ну, потому что в отдаленной перспективе. Никакой. Мы все-таки страна боятся. Завтра придет Потапенко на место президента России. Он не может прийти. Я понимаю, посол, не может прийти. Потапенко это продукт. Вот условно говоря, вот у меня будет избирательная кампания. Поверьте мне, что вот те сложные словаформы, которые я произнес в вашем эфире, мы с вами можем почитать последствия и комментарии. Я же их регулярно читаю. Да, там видно, когда приходят боты, когда они атакуют, это есть заказы, выдачи кремлевских. Но я читаю внимательно комментарии. Анонимные, неанонимные. Я же вижу основную массу. Не думай, это идеальный вариант. Правда, рабом быть хорошо. Правда, классно. потому что все, чего им не хватает, это пайки. Им не хватает то, что им, условно говоря, вот Вася ездит на Форде, а я не езжу, а у меня Жигули. Все. И просто дайте мне, именно, мы начинали историю, про то, что у меня сердце крово. Но не то, что я вижу, что левая идеология, идеология, она не развивается, потому что она очень правильная. Это идеология коллективного взаимодействия. Я всегда говорю, покажите коллективные предприятия, которые вот прям вот вы собрались, вы говорите, вот мы левые. И там, я не знаю, сделайте что-то. Что-то. Не надо приводить Павла Николаевича Грудинина, потому что все начинают на него тыкать пальцем. Потому что это я вам могу рассказать, как все-таки напомню. Павел Николаевич Грудинин это крестный моей дочери. И я знаю от и до историю создания совхоза. Я говорю, раз есть идеология, давайте представим, что не существует Павла Николаевича Грудинина, то есть предприятие, которое существовало при советской власти. А вот собрались левые идеологи, скинулись каким-то своим кооперативным способом и создали что-то. Например, магнит создали, или тот же Вайлберрис создали, или тот же Додо Пицца. Если мы посмотрим все эти предприятия, все, которые современно созданы, не имеют ничего общего с коллективным сознанием. И за рубежом точно такая же история. Это очень важный фундаментальный вывод, который говорит о том, что есть ли это так называемая левая идеология. Именно в качестве экономической теории они все взять и поделить. Потому что еще раз подчеркну, все взять и поделить, это обычная идеология бандитизма. Президент Белоруссии и России поручили своим правительствам разработать совместный план противодействия санкциям. Санкциям Запада. Дмитрий Валерьевич, может быть это и есть ключ преодоления санкционного давления? Нет. Санкционное давление в первую очередь оказываем сами на себя мы. Потому что указ 7-8 об импорт, об псевдоимпортозамещении, который на самом деле просто подменил, переделал рынка, там, рынка мяса, рынка рыбы, овощей, фруктов подконтрольные, под друзей Владимира Владимировича, то есть никакого санкционного давления экстраординарного на Россию не оказывается. Какое оно? Я вот неоднократно людей, которые там говорят, что вот на нас давят, я всегда говорю, прям не отходя от кассы, назовите мне три санкции, которые были объявлены, никто вспомнить не может. Все вот все скажут сыр. Да, но только сыр это мы, это не они, а мы. Ну то есть вот вся проблема там сыр, неважно все. Вот вы просто с условным запутинистом поговорите, просто задайте ему простой вопрос. Без идеологии, просто без эмоций скажите, назови три санкции, которые нам Запад объявил, которые, ну, к чему-то привели, вот просто три санкции. Ни один из них, он все вспоминает антисанкции, то есть то, что мы сделали, то есть то, что мы запретили ввоз, норма сыра, они сырные замазки, это мы запретили им ввозить сюда, мы запретили ввозить им оттуда на яблоки, теперь они завозят. санкции, так называемые. Ну, конечно, это импортозаместились, Дмитрий Валерьевич. А мы не можем к импортозаместиться, технологически невозможно, потому что сырная замазка, которую мы потребляем, это не сыр, потому что точно так же, как шампанское, мы не производим, потому что это производят в шампании. Мы все, как только нам, нам что-то не по сердцу, мы это подменяем фразой русофобии, точно так, как вот, что далеко ходить, вакцина даже, с нас требуют протоколы, с нас требуют достаточно нудную просто соблюдение процедур Даби, брюссельские бюрократы, всем бюрократам бюрократы, но они требуют протокола. Мы нам и предоставили то, что мы посчитали нужно, а дальше мы все пишем, русофобия. Ну, окей, хорошо. Скользь затронули тему ковида, прививок. Насколько, насколько правильные введенные меры властями по ограничению, вот в Москве, в частности. Это бредятельно, потому что какое отношение имеет убийство отрасли в ресторанной к ковиду? Никакого. Ну, вот, я, как вы знаете, еще являюсь омбудсменом по защите микробизнеса и самозанятых. В одном из закрытых чатов, когда 4-го числа Владимир Владимирович объявил о том, что с ресторанной отрасли снимается НДС, ну, там у нас ряд людей сказали, вау, наконец-то мы добились, мы сделали, там вот столько лет это все. Я написал только одну фразу, ребятки, а вот теперь ждите обратки, сколько, какой крови вы за это заплатите, мы в целом, как рынок. Не заставила себя долго ждать. Просто рынок, все, что связано, общепита, там добивается ногами. Кстати, у нас огромное количество, и прямо на это же ложится огромное количество комментариев. Да я в ресторан никогда не хожу, да мне эти рестораторы московские, да вообще эти сволчи, вообще пусть закроются. Я говорю, окей. Раз у тебя есть такая позиция, и эта позиция не провластного какого-то тролля, а это у человека, который говорит, я не хожу, ну, я тоже не посетитель ресторанов, большая часть. я люблю больше общепит, скажем, мне проще шаурму перехватить на шаговый доступ. Ну, просто свойство такое. Шаурму покупаете? Да, 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 я люблю пожрать так на ходу. В метро ездите? Конечно, конечно, регулярно, потому что, особенно сейчас достижение это самое удобное. И на метро езжу, и при этом у меня есть Гелендваген, чтобы было понимание. Я очень, как это, кроссплатформенный, поэтому я и ту, и другую часть жизни. Но при этом, при всем, я говорю, а производители, которые поставляли в этот ресторан, тебе тоже по хрену? А производители оборудования? А сотрудники? То есть, это огромнейшая отрасль. И поскольку человек искренне заявляет, что он в рестораны не ходит, и пусть они сдохнут, я говорю, ну, окей. Заметьте, я никого ни в чем не собираюсь переубеждать. Если люди не видят, не хотят осознанно видеть, что если он не посещает ресторан, то гори, а не синим пламенем, ну, окей. И ты называешь себя россиянином? Хорошо. Только не тешь себя иллюзией, что если тебя это сегодня не касается, то это у тебя иллюзия. Вот антисанкции тебя касаются, закрытие ресторанов тебя касается, повышение налогов Платон тебя касается, эгоист тебя касается, то, что ты не говоришь, что это не мое, хорошо, имеешь на это законное право. Не надо только потом на кухне распивая какое-нибудь дешевое пойло говорить, что кто-то продал Россию. Россию продал ты. Конкретно своим нежеланием нифига не делаем. Я говорю, самая величайшая энергия ни хрена не делаем. Люди разучились думать или их не разучили? Они не могут разучить. Их нельзя разучить. Они их хотят. Это больно. Потому что вот эти рассуждения они сложные. Зачем? Вот я вот сейчас вот все это излагаю. Зачем? Понимаете, вот правда зачем заботиться о том, кто там действительно меня мощнее, крупнее. Я вот сейчас кстати упомянул об условных металлургах. Ведь они же все олигархи. Они же нахапали, у них же яхта. Что ты, Дима, за них впрягаешь? Тебя заплатили же будет коммент. Можете сразу на него ответить? Да, да, да. Нет, не заплатили. Потому что я понимаю всю цепочку. Я, при том, что я человек среднего класса, то есть я не олигарх и не там не там не работяга. Я понимаю, я именно поэтому омбудсмен по самозанятым. Я не являюсь самозанятым. Потому что я понимаю всю палитру этой краски. Я понимаю, что если сегодня нахлобучат именно отберут деньги у металлургов, ни лишняя яхта никакая-то не появится. А не появятся товары, услуги, дома у простого среднего арифметического гражданина. И если завтра закроется ресторан, в который я не хожу, это означает, что цепочка товаропроводящая распадется. Поэтому нежелание думать уже комфортно. А главное, хороший паттерн. Это не вопрос моя хата с краю. Это вопрос реально думать больно. Зачем? Анастасия Татула дважды уже обращалась к президенту. Один раз напрямую и на встречу. А второй раз через площадку форума экономического. Ну и она еще писала через омбудсмена, то бишь через Титова большую часть доклада. Никто не услышал? А они должны были услышать. Почему? Зачем? Ну какая цель? Чтобы что? Чтобы помочь и показать, что мы помогаем. Не надо. Не надо. Зачем? В этом нет никакой необходимости. Не избиратель, не налогоплательщик. Помните, это две фразы, они фундаментальны. В состав Росгвардии будет включено казачество. Деньги на казаков найдутся? Найдутся. Ну это же история про множение насилия, которая вне законных прав. Потому что, если вы вспомните, когда разгонялись митинги, были люди с нагайками. На самом деле, они совершали уголовное преступление. Они совершали насилие, незаконно, по отношению к гражданам, не имея на то никаких оснований. И что? Что уголовные дела? Нет. Найдутся. У нас, знаете, даже в Израиле есть казачьи войска. Так что, почему нет? Для Лукашенко тоже деньги есть всегда? Да. с каждым... Тут есть одна маленькая ремарка. И да, и нет, сейчас поясню. Беларусь вся перекуплена. Нами. Перекуплена раза два-три. То есть, если все долги, которые, все, что они нам должны переложить на имущество предприятия, они нам уже все предприятия, вся Беларусь с потрохами принадлежит России. Вот если имущественно брать. И с каждым годом для Владимира Владимировича, с каждым приездом Александра Григорьевича... Дорогого друга Александра. Ну, он уже, он дорогой в деньгах, но не очень понятно зачем. Несколько месяцев назад мы как раз с Сашей Бабулеом писали, я сказал, что приезды как-то приезды нашего друга будут учащаться, а количество денег будет уменьшаться. Потому что сейчас вот зачем Беларусь вот физически? Она мне и так принадлежит. Можно поменять, например, вместо Лукашенко поставить Тихановскую или Бабарико выпустить. Можно. Собственно говоря, почему Бабарико получил 14 лет? Потому что Лукашенко стремится нарастить имущественный комплекс. Бабарико это имущественный комплекс. То есть, ему можно продать. Он, по сути дела, показывает Владимир Владимирович, я могу за долю малую выпустить. Он тебе нужен. Владимир Владимирович пожимает плечами. Но он не лепший его кореш, а какой-то там седьмая вода на киселе. Он говорит, Александр Григорьевич, ищи товар покрупнее. Уж он такой посерьезней. А он ему в ответ, ну дай хоть сколько-то. Все цинично и беспринципно. Ну дай хоть сколько-то. Почему? А потому что я там, ну там, и дальше идет какой-то диалог, который Владимир Владимирович уже за 20 лет уже он уже достал. Ну то, что там, я защищаю границы. Это я защищаю свои границы. У тебя весь нефтегазовый комплекс, он мой. Ты вот приехал, выторговал, ну то есть, сейчас он не напрямую деньги получил, а получил квоту на газ. Минпромторг Тьфу ты, елки-палки. Не торопитесь. Это надо обязательно оставить в кадре. Минпромторг подготовил план создания конкурентноспособной продукции авиационной промышленности, на которую планируется около 1,8 триллионов рублей. Проект предусматривает производство 735 новых гражданских самолетов. Произведем? Я думаю, что со срывом произведем. В принципе, это количество не очень большое. у меня на программе был директор московского представительства Боинга, и они четко понимают, причем он в открытую это говорит, что в общем там вот этот МС-21, о котором идет речь, я думаю, что сорвав, как обычно, затянув по времени и сорвав по количеству, мы эту историю произведем. Другое дело, что первое начало этой фразы по поводу конкурентноспособной, вот с этим был проблем. Но почти 2 миллиарда, они все в дело уйдут? Два триллиона просто общения. Не, а дальше с них попилят. Вся история заключается при производстве любого товара, а это последующее обслуживание. Все, что касается авиационной техники, это ключевой вопрос, это сервис. мы, опять-таки, поскольку как инженер РЭА могу сказать, что огромное количество авионики, она нуждается в обслуживании. А мы ее умеем обслуживать? Нет, авионика будет 99 в прогрессии, она будет зарубежной. Потому что все системы там не только навигации, но и ориентирования, пилотирование, и всего остального, они в основу. Это к вопросу о технологии. МС-21, даже если он будет состоять на 80% из нашего алюминия, наших двигателей, и все остальное, то вся электроника и инженерия будет буржуйская. Тут крайне важно, поскольку власти у нас регулярно ходят, а у нас народ тоже иногда в это вписывается, что, а вот смотрите, на сколько процентов состоит что-то из чего-то. Я говорю, есть критические детали. Ну вот, знаете, вот у человека бывают травмы, отрывают руки, ноги. Это ужасная вещь, но она каким-то образом заменяется. Делаются роботизированные протезы и все остальное. Но вот сказать, что человек, но если человеку оторвать голову, то это критическое повреждение. Вот руки, ноги, это травма, это действительно серьезнейшее повреждение. Вот точно так же с МС-21. тело может состоять полностью из наших элементов, но башка в этой всей истории будет произведена в другой стране, и это критическая зависимость. У нас критическая зависимость от всех зарубежных технологий. причем она образовалась еще при советской власти. секретности. Первое, что я получал, получая вторую форму секретности, это доступ к зарубежным журналам. Ведь то, что произошло, когда я говорил о современном отмене крепостного права и во времена революции, мы начали перестраиваться на иной технологический лад. Но при этом именно производством технологий мы не занимались. Мы занимались производством продукции, произведенной по чужим технологиям. Когда мы говорим про Жигули, говорим про автомат Калашникова, является ли он Хуга Шмайстера или нет. Это все развитие. Это неплохо, нехорошо, что, например, автомат Калашникова получил иное развитие от Хуга Шмайстера, что он долго работал на наших предприятиях. Немцы работали, французы работали. Но в это озеро надо технологию обратно вылить, чтобы обратно зачерпнуть. В советское время было два журнала юной техники и техника молодежи. У меня было не только юной техники и техника молодежи, у меня у деда это хранилось все в чуланчике и там были журналы 30-40-х годов. Это был основной журнал и было еще приложение к юной технике. Я все это выписывал и более того собирал подшивку. У нас сейчас не осталось людей, которые наполняли подобные издания? по-моему, нет. По-моему, нет. Деду меня очень мучился, потому что ряд вещей там, по-моему, как раз это было, а еще в науке и жизнь было. Там были в науке и жизни вот это было три основных журнала, которые я выписывал еще с младшего школьного возраста. Наука и жизнь, техника молодежи и юной техники. Юной техник мне больше все нравился. Техника молодежи была немножко мудновато. В народе говорили, что японцы закупали, выкупали все подшипки, подписки. Я не исключаю этого, потому что там народные вот эти рецепты, они, да, вот эти, ну, я говорю, я у деда картошку, первый раз посел картошку в сетках, дед очень ругался, но он мне дал грядку, и я как раз прочитал, по-моему, то ли в юной технике, то ли еще где-то, что так будет проще собирать. Я много еще экспериментировал там. Россия безнадежная стала? Нет, это вопрос развития человеческого капитала. То есть, если человек относится к себе как вот этой, к этой машинке части в цепочке, то это вот самоопределение фундаментальное. А это все остальное там вот эти ауеи, все эти движения, они развиваются исключительно потому что и почему у нас есть там Путин, почему у нас есть жажда великого отца, потому что основные проблемы, которые мы сами же плодим, это проблемы в семьях. У нас нету привязки к роду, мы его не воспринимаем. К роду у нас начинают привязываться какие-нибудь условно славянофилы, они изображают, что это самое фундаментальное. Они в этом дело, род не обязательно поклонение богу гириллии, изображение каких-то славянских культов, которые ушли. Ключевое надо понимать, где родились твои правед, прабабка, принимать их полностью. Нажено благодаря, я же не просто говорю про революционное время и гражданскую войну. Надо уметь принимать, что, например, в одной и той же семье есть люди, кто расстреливал, кого расстреливали. Это очень, ну и то же самое было во времена Великой Отечественной войны на этапе переломов и уметь принимать существующую гражданскую войну. Сколько людей у нас, посмотрев даже это видео, задумываются. Россия созрела для того, чтобы стать парламентской республикой? Она всегда, у нас весьма неплохие политики, правда, могу сказать, что у нас есть люди, которые могут выражать и волю народа, и народ может, ну, самоопределение должно быть. Она давно, то есть, она не может быть президентской республикой или там президентской страной по весьма прозрачной причине. Территория очень длинная, никакая Москва, Владивосток не может определять, ну, мы все время почему-то из Москвы смотрим на Владивосток, я всегда говорю, давайте какая-нибудь Бугульма будет определять, как жить Казани. Нереально. Потому что настолько разорваны территории экономические, физические, что далеко ходить. Вот наша энергетика, которую нас любят. Чубайс уже там лет 15 не работает и все списывает на него. Вот внимательно изучая, например, энергетическую отрасль, я вам могу сказать такую забавную вещь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok